Неужели нельзя организационные вопросы решать до или после лекции? Что? Нельзя организационные вопросы решить до или после. Будьте так сказать или утверждать? Я спрашиваю. Да, просит долг. Буквально, буквально секундочку. Мы готовы начать. Сейчас и виданта еще пришли. И виданта уже здесь. Начнем с представления. Сегодня будет лекция по санкрито. Читать будет крокер философии. Болу уважаемый Штандиджик Аджолу Шастре. Пошли, будьте желать. Переводить будет наша любимая ребенка. Супер-барсональный переводчик. Спасибо. Спасибо. Супер-барсональный переводчик. Намаме виганем шварападапангадам Вначале мы скажем немного вступительного слова и затем начнем нашу лекцию Хотела бы узнать сначала, а сколько друзей, сидящих здесь, знают немного о санскрите? Кто-то знает еще другой какой-то иностранный язык, например, санскрит или китайский? Не русский, другой какой-то иностранный. Здесь есть учители иностранных языков или русского языка? Наши прекрасные люди здесь тоже хорошо. Сейчас я чувствую себя расслаблена. Мы друзья сидим тут. У меня есть несколько пунктов, о которых мне просили рассказать. Если в течение лекции вы почувствуете немного уставшись или вам покажется скучным, то мы можем сделать маленький перерыв между. Мы можем поставить камеру немножечко в сторону, потому что я не вижу напрямую людей и это меня смущает. Даже это может быть сюда. Да, я рада видеть вас. Да, это будет хорошо. Да, это будет хорошо. Так что контакт будет хорошо. Первый пункт, я имею в виду. Санскрит – это ключ с древним знанием к своим истокам. Вторым пунктом – это санскрит как ключ к древним знаниям к своим истокам. Вторым пунктом – это санскрит как личный доктор. Санскрит – это отличный доктор. Следующий пункт – это отношение между санскритом и русским языком. Один корень или корни разные. И мантры. Что такое мантра? Есть первое утверждение, что санскрит является ключом всех остальных языков и вы согласны с этим. То есть не стоит это объяснять. И это хорошо, что вы с этим согласны. Санскрит состоит из двух слов. Когда мы разделим это слово, получается сан и скрит. Сам плюс крит. Сам – это означает само знание, полификацию или учение, то есть само по себе знание. Идеальное в своем роде. Крит означает делать. Таким образом, санскрит представляет собой идеальную завершенную форму. Таким образом, что вы используете в Асианском времене. До сегодня, как это было, ничего не изменится. И это не изменится. Это санскрит. Язык санскрита – это то, что было в древнем времени, используется сейчас, без каких-либо изменений. И никаких изменений не будет в будущем. И санскрит – это тот язык, который делает вашу жизнь идеальной, совершенной. естественный голос, естественный звук. Истинным является то, что санскрит является самым древним языком, является прародителем всех остальных языков. И санскрит относится к индоевропейской семье. И в санскритах мы используем санскрит Дев Нагри. И сам способ написания, который мы используем для выражения, называется Дева Нагри. Дев обозначает Бог. Таким образом, язык санскрита – это язык, данный нам от Бога. Таким образом, когда мы видим в духовном способе, когда Бог создавал планеты, земли, или вода, или любые элементы, иногда Он создавал язык санскрит. И с точки зрения духовного, когда Бог создавал планеты, травы, животных, все остальное, Он вместе со всем и создал язык для общения с друг другом. И мы называем санскрит языком, созданным Богом. Таким образом, все мантры написаны на языке санскрита. Вот почему все мантры написаны на языке санскрита. Согласно нашей идеологии, у нас есть один Бог – Шива. И у Шивы есть его знаменитый инструмент – маленький барабан, который мы называем Дамру. Я думаю, что многие из вас знают о нем. Иногда мы покупаем в рынке для игроков. Мы делаем на двух сторон. То есть, иногда на рынках мы можем встретить такие маленькие барабанчики, с двух сторон покрытые кожей, что на них можно с двух сторон играть. Когда лорд Шива танцевал и играл на этом инструменте, то со звуками этого инструмента были изданы звуки. И эти звуки стали лили в основу. И после этого звука, мы слышали очень знаменитый писатель, или мы можем назвать его Сен. Нима – Па-ни-ни. И вместе с этим у нас есть очень знаменитый писатель, или по-другому сказать – Святой, который мы называем Па-ни-ни. Этот человек услышал эти звуки Бога, и он записал их для человека. Написал книгу. И сначала появились четырнадцать звуков. И эти четырнадцать звуков в нашем языке мы называем Ма-хей-швар-сутрани. Ма-хей-швар значит… Я вам писю сейчас в деталях. Я не пойду глубоко об исследовании санскрита, но некоторые… Ма-хей-швар. Ма-хей-швар. Ма-хей-швар означает Бог. И-швар означает Бог. Ма-хей-швар означает Бог, Лорд Шива. Итог, Ма-хей-швар и Ма-хей-швар означает Лорд или Бог Шива. Сутрани – это формула. То есть, таким образом формула от Бога Шивы. Эти четырнадцать получаются формул. И из этих четырнадцать звуков появился весь язык санскрита. Все гласные и согласные появились как раз из этих четырнадцать сутрани или формул. Я не буду произносить все эти звуки, иначе вам станет скучно, но в будущем у нас будет продолжающийся класс, я вам зачитаю. В санскрите всего пятьдесят две буквы, если назвать так буквами. Из них тридцать шесть согласных и шестнадцать гласных. Я думаю, что если кто-то чуть-чуть знает санскрит, вы уже овладеете этой информацией. Вовладе – шестнадцать гласных и тридцать шесть согласных. Я немного расскажу вам о согласных и гласных санскрите. Гласные – это некая техника и правила, каким образом вы произносите слова на санскрите. Согласные представляют собой письменную форму того, как вы записываете гласные. Это форма вашей речи. У каждого согласного есть гласные. Если мы уберем гласную от согласной, то согласную мы произнести вообще не сможем. Поэтому гласные – они более важны в нашем языке, чем согласные. Здесь немножко сложно понять. Мы не пойдем сейчас в грамматику, а поговорим о нашей теме в общем. Сейчас поверим о том, что санскрит является корнем, прародителем всех других языков. Есть некие правила языка. Каким образом язык меняет себя? Как одна форма слова перетекает в другую? Как появляется вообще язык? Лингвист, он знает все эти пункты, моменты. Но здесь есть очень важное правило. Когда язык используется человеком неквалифицированным, и эти слова из одного рта путешествуют в другой рот, из уст в уста переходят. И в течение этого перехода, то есть смена области, зоны использования. Под этим условием главная форма слова меняет свою фигуру, себя. И вот этот процесс изменения мы называем апбранш. Апбранш это происходит ветвь новая появляется. Как и пример. Мы используем слово на санскрите. Перед тем как я использую, я вам кое-что расскажу. В санскрите у нас есть очень важное понятие. Понятие дарту. 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 Это то, что реально. Это крошечный корень звука. Самый мельчайший корень звука. Например, в слове мать. В оригинале это слово, с которого все началось в санскрите, это слово матри. 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 Но если мы изменим его, то получится греческое слово. В греческом происходит легкое изменение произношения. Они меняют э на ди. И они называют мадре. Когда это переходит в английский язык, слово корень остается тем же самым, но в связи с тем, что было изменение области территориально, плюс человек был не квалифицированный, который передавал, то стало слово «мадр». Матри – ма, матри – ма, это мать. И каким образом это слово видоизменяется, в английском, в английском или в других языках? У нас есть похожие слова в русском языке также. В английском много слов. Каждый язык в мире, он пришел из санскрита. Рассматривая отделение разных языков как ветви, мы можем прийти к выводу, что санскрит является прародителем всех вот этих языков. И, конечно же, язык является ключом к знаниям, и чтобы нам общаться друг с другом, понимать наши знания, мы должны использовать язык. Мы знаем, что самым древним языком мира является санскрит. Мы говорим примерно пять тысяч лет до нашей эры. Это санскрит. И самая первая книга знаний Ригведа была написана на санскрите. В словах записана. Даже еврейский, греческий. Они произошли гораздо позднее. Латинский мы называем мертвым языком. Нет ни одной книги, которая написана была до Ригведы. Это признано современным. В Ригведе, что это такое? Ригведа – это полное знание, используемое для человека. Используемое человеку. Даже счет. Как и в Ригведе, у нас тот же самый счет. И такой же счет мы используем и в русском языке. Как вы называете в русском языке два? В санскрите то же самое слово два. Три. Три. Чатваре. И в русском? Четыре. Панч. Вы согласны? Санскрит – ключ всех языков. Но это простые моменты, мы их можем узнать. Не только это, но и также. Второй пункт – мы имеем в санскрите как личный доктор. Я хочу спросить, кто мне этот пункт написал? Такой. Почему санскрит является личным доктором? Может быть, ты мне дашь ответ немножечко так? Ну, потому что любая болезнь, в принципе, начиная ее лечить, надо самоочищение. То есть это очистится от нервов. Насколько я знаю, некие санскритские сутры, там, мантры, они как раз именно это и делают, что очищают, а потом уже наполняют чем-то новым. Поэтому я увидела как личный доктор и хотела просто услышать как бы по более информацию, чтобы развернулась санскрит. Как я знаю, некоторые сутры в санскритах, это есть основные сутры, которые в санскритах. То есть, чтобы чистить человека, а потом сделать что-то, чтобы сделать что-то, что-то, что-то. Как я увидел это, я решила спросить вам, и может быть, вы можете дать мне больше ответа на это. Сначала я хочу сказать, что каждый язык, он является доктором сам по себе. Конечно, у санскрита немножко лучшая степень знаний, звания. Почему? Мы имеем в течение санскритного языка. Цитирую санскрит. Я не буду говорить. Таким образом, язык означает звук. Что такое язык? Язык – это звук. Это то послание, которое вы хотите послать человека, или о чем-то его информировать. И вы желаете, что человек рядом с вами поймет, о чем вы хотите его информировать. И способ, каким образом вы его информируете? Если вы в добрых словах представите, ну то есть ему объясните его приятных, это станет доктором. А если вы будете неприятные слова использовать, то человек станет вашим врагом. Если вы говорите другим другим, если вы используете Господа, Господин – это русский язык. И тогда вы используете название – это немного разнообразная эмоция человека, который слышит этот язык. Когда в русском языке, например, вы к пожилому человеку обращаетесь, например, господин, и потом его имя, например, или фамилия, то тогда человек, который слышит это, его эмоции, они улучшаются. Но если вы не используете это, и вы используете еще несколько слов, я не знаю, что это. Он может превратиться в его физиологии. Если вы будете использовать какие-то другие слова, я сейчас не знаю, какие вы используете, то человек может рассердиться, и это даст искажения или нарушения его физиологии, его системы. Правильно? Вот почему это очень знаменитая на данный момент вибрационная техника. У нас есть техники исцеления болезни через пение. Что это? Это улучшение вашей гормонической системы. гормональной системы, гормональной системы. И тут же есть воздействие на психологию, на психику. То есть автоматически вы становитесь лучше. Но сейчас мы вернемся в санскрит. Почему санскрит – персональный доктор? Почему санскрит.